24 час меч и магия 9 в общем вторая попытка сразиться на арене я в принципе понял как это сделать кстати довольно многое зависит от удачи смотря с какими противниками мы на каких попадем каждый раз я не случайно генерируется вот но два предыдущих боя я оба выиграл в пошаговом режиме главное чтобы маг маг использовал по максимуму давайте перейдем в этот в режим пошаговый и маг начинает кастовать а почему в пошаговом режиме кастовать мы сейчас будем потому что чтобы время сэкономить так благословение применяем также на каждого мы кастуем зеркало боли когда враг атакует персонажа над которым властный чар этого заклинания то получает ответный урон отражает 90 процентов урона представляете это же очень здорово применяем на всех наших героев это заклинание зеркало боли представляете 90 процентов урона который будет наносить нам враг будет получать в ответ шикарно так мы в принципе все выходим на арену переходим пошаговый режим кстати вот что хреново в этот раз они вывалились почему-то сразу одновременно с двух сторон мне это не нравится просто раз я дрался а сначала открылись одни ворота потом уже другие в этот раз почему-то одновременно давайте применим заклинание вера наносить максимальный урон видите как много снял здоровье сейчас применим страх свиток есть такой у нашего мага заклинание страха применяем страх да сейчас всех распугаем так сказать спокойненько начнем за ними гоняться свиток страха ну не знаю был ли результат сейчас узнаем зараза так этого напугали а эти нихрена не напугались к сожалению с ними уже придется драться по-настоящему вот этот страшный тип он древний трейлборг он очень страшные повреждения наносит возможно что придется переигрывать кстати говоря так этот пошел отлично так на этого давайте проклятие нашлем чтобы у него стало хуже получаться так вот видите он он получает ответный урон от нас за то что по нашим попадает так давайте на него на давайте направим веру на на нашего гладиатора чтобы больнее бил да не справимся я думаю нормально все будет ничего у него не получается а у нас принципе получается дубасим тихоньку вот ведь сейчас вот видно написано что значит бэлия бьет древнего трейлборга урон 12 промах и плюс 12 еще сверху за счет того что вы на ней заклинание веры применено так что применить в принципе может сейчас магию имеет смысл поэкономить так применили яд 20 урона нормально вот видите опять отразился удар урон него частично что-то перестали мы попадать давайте еще раз проклятие на него нашлем скорее всего уже за то то закончилось наконец-то вот этого убегающего засранца давайте догонять он так и будет от нас бегать а он так и будет бегать да а 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 и а а а пытается убежать так вот эти твари лишь бы сейчас на нас внимание не обратили капрал кланы довольно серьезный противник оказался выглядит он попроще вот он напуганный я просто кто не в курсе я повторяю он напуганный поэтому он даже с нами не дерется только пытается убежать хорошее заклинание страх конечно стоять в принципе можно вот так просто можно вот так вот расстреливать так осталось вот последний гарпи она походу тоже напугана как я понимаю раз она даже на нас не охотится просто ее в упор рассаживаем и все цель страх кстати ни хрен попадешь все бонусы у нас уже закончились которые были на нас наложены так трудно попасть видимо напугана да кто там у нас урона больше всего эльза наносит наши друидши я заметил одна из самых эффективных столовых бойцов до эльза бьет по 15 урона так ну вот и все мы победили во всех соревнованиях призы стих не вываливаются никакие можем все мы можем становиться гладиаторами для этого нужно чтобы штурмфорд вернуться и доложить клерку мы выиграли поздравляю вот ваш приз какой пришли не знаю могу это отремонтировать какой-то приз вроде как он нам дал сейчас нужно хорошенько проверить экипировку не повреждена ли все ли у нас одеты так все одеты все это сейчас возвращаемся в штурмфорд и нас переводят в ранг гладиаторов после этого подкачаем нашего гладиатора походим по учителям подкачаем продать еще у нас продать нечего ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас нужно подождать несколько дней, потому что сейчас лодки до штурмфорта точно не ходят. Три дня подождем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, это Тронхаймер. Значит, еще сутки надо подождать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы в штурмфорте. Сейчас будем, станем, наконец-таки, гладиаторами. У нас будет в отряде уже два бойца, прокачанных до максимального класса. Гладиатор и паладин. Осталось только друида сделать и мага. Мы достали щит Киры. Спасибо. Это точно поможет покорить ее сердце. Поздравляю вас с завершением данного задания. Мы победили на арене. Вы доказали вашу силу, странники. Поздравляю с завершением задания. Мы выполнили все задания. Вот так. Вот как. Поздравляю. Вы повышаетесь до уровня гладиаторов. Итак. Наш теперь Ярош стал гладиатором. Представляете? Просто изумительно. Идем к соответствующему учителю. В Тронхайме есть учитель. Класса мастер. В соответствующих навыках. Значит, ему сейчас нужно прокачать броню. До уровня мастер. Копье до уровня мастер. Копье и броню. Нам больше пока очков нет. Копье и броню. Так. Смотрим, где соответствующие учителя. Броня. Штумфорт на улице перед дворцом справа. Вот дворец. Женщина должна быть. Рукопашница. Вот она. Мы хотели бы стать мастерами щита. Подождите. Это тоже не то. На улице перед дворцом справа. Это про ворству. Не вижу никакой тут. Дворец же. Вот дворец Ярла. Это же точно дворец. Я же знаю. Будем искать. Так. Мастерами копья. Ярош. Нужен седьмой уровень навыка для степени. А у него что, не седьмой что ли? У него даже восьмой. Черт. Ему не хватает все-таки. А, у него реальный показатель навыка копье шесть. Ему нужно копье качать срочно. Ну окей. Копье значит понятно. Так, а все-таки броня-то где? На улице перед дворцом справа. Ну, в принципе, тогда сейчас с Дронгхайм подправимся. Там тоже есть учитель. Там тоже есть учитель брони. Кстати, мы можем в уровнях повыситься, кстати говоря. В уровне. Давайте забежим на тренировочную площадку. И вот, может быть, тогда мы сейчас сразу копье и повысим нашему гладиатору. Хотите пройти обучение? Че-то не понял. У нас опыт столько, что позволяет нам подняться в уровне. Хотите пройти обучение? Че за бред? Нет, они отказываются нас учить. Ладно, тогда в Дронгхайм отправляемся. Там мы точно найдем учителя брони. Больных нету? Сразу проверим, пока церковь рядом. Больных нет. Чего пустые дома стоят, я не понимаю. Ага, ей рот заткнули. Это, кстати, это, кстати, та сплетница. Смотри, я к ней обращаюсь. Кажется, вы не очень разговорчивые. Что вы сказали? Трудно разобрать, что вы говорите. Полагаю, мы вас покинем, увидимся. Это сплетница, ей, походу, язык вырвали. Представляете? Ужас какой. Сейчас сам дворец еще загляну, может, тут будет учитель. Хотя сомневаюсь. Приветствую, странники. Что я могу сделать для вас? Да, так и не нашел я учителя брони. Тогда в Дрангхайм пойдем. Тем более, один хрен, мне надо в Дрангхайм связующую сферу положить. В банк. Ищите лодку! Ищите лодку! Так, в Дрангхайме учитель брони находится на площади. Мужик на площади какой-то. И опять сейчас могут быть проблемы с его поиском. Каждый раз я его подолгу ищу. Уходите. пока не влеплю неприятности ищите орудия думаю броня могла бы вам пригодиться началось как всегда так давайте в банке положим сферу кстати если она вообще положится нет лучшего места для ваших денег мы хотели бы установить связующую сферу где вы раздобыли ее для чего же вы ждете проходите сюда и устанавливать так установили в дранхайме так вот мастерами брони 1000 золота для так в другой раз давайте сейчас попробуем наши паладинши поторговаться она вроде лучше торгуется а все равно тяжесть самой тысячи так и рожь стал значит мастером в броне что это дает двукратный 2-кратный уровень навыка прибавляется к полосу брони можно носить латы а мы можем его сейчас влад и переодеть выбираем самые самые какие только можно лучшие латы можно особо не мудрить тупо самые дорогие на дети все но самая крутая это вот по пустоты полные латы 23 класс брони плюс здесь сопротивление против магии духа на деле здорово чё могу сказать утолстили нашего нашего гладиатора так давайте попробуем тут на тренировочную площадку зайти если и здесь нельзя повыситься в уровне я тогда не знаю что делать во розгород что лети желаете обучаться вы ничему не можете научиться у меня я этого не понимаю может быть опыта не хватает ну как же так вот же 29 ну может быть опыта правда не хватает ладно теперь что нам какие квесты нас остались в бездну мертвых опасно идти найти книгу правил в академии тассар в академии тассар меня убивают постоянно что там делать я не знаю добыть черную сферу знаний так в губерленд я шар ложил по моему до сферу вот эту так уме у меня их было семь сейчас осталось 5 значит в губерленде я не ложил подначил губерленде не ложил сферу тогда в губерленд сейчас забежим я помню я помню там долго банк искал черт подери а может я в штурмфорте по моему в губерленде я как раз банка искал для того чтобы сферу положить наверное мне в штурмфорт сейчас придется вернуться чтобы в тамошний банк положить сферу давайте штурмфорт сейчас гоняя по-быстрому ищите корабль и 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 где тут их не банк так мы пришли установить связующую сферу связующую сферу на самом деле конечно устанавливайте так значит здесь мы тоже закончились в губерленде я вложил в тронхейме почему-то сфера не ложится я не знаю почему значит отправляемся до во фьюргард там тоже мы положим сферу вот а потом отправимся из фьюргарта во фросгард фросгард по последний клан который мы еще не посещали последний город есть еще какой-то город йоррик я не знаю но он не входит в число шести кланов которые нужно объединить ищите лодку так дрангхайм ждем до рассвета надо куда надо хотя бы до губерленда добраться ищите лодку опять дрангхайм как так да что ты будешь делать опять дрангхайм что походу отсюда до губерленда не добраться ну окей поплыли до дрангхайм это да но этот-то мне кажется даже во фьюргард и везет так до губерленда хочется все таки подальше уплыть ищите корабль вов да мне нужно до фьюргарта положить там сферу и там как раз недалеко будет до фросгарта ищите корабль что-то будешь делать ну какой губерленд блин ну поплыли поплыли в губерленд тогда он походу тоже дальше губерленда не не везет ищите корабль ищите корабль линдисфарн линдисфарн и не помню от линдисфарна можно добраться до фросгарда по моему нет по моему нет это именно из фьюргарда можно можно еще из тронхейма конечно но там такой долгий переход будет это ужас через горный перевал не хочу а там еще и монстр наверное испанулись по новой тронхайм так давайте тронхайм пока подождет не во фьюргард надо ищите корабль о фьюргард поплыли как мы во фьюргард сейчас опять же положим связующую сферу в банк ищите корабль совершенно не ориентируюсь опять сейчас придется долго этот банк искать вот банк а это как раз во фрофро здесь тоже он сферу не принимает почему-то почему-то сферу он не принимает три сферы я положил значит в тронхейме надо было положить еще сферу сейчас тогда в тронхейм поеду не знаю почему он здесь не принимает уж по порядку как-то надо тогда сейчас в тронхейм по-быстрому сплаваю если мне не изменяет память там тоже я уже пытался сферу положить и он тоже там ее не принимал желаете вы корабль? и 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 ты отвезешь наш или нет я не пойму стран хай если не повезет тогда сейчас пойдем во вслух о до тронхайма поплыли но если здесь не примут сферу я не знаю еще город такой что в котором заблудиться просто элементарно а 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 так вот банк ну только попробуй не взять у меня сфер мне кажется вы подошли бы мы как работать блять такая она тоже не принимает сферу мне кажется вы подошли бы похоже квест со сферами мы таки не выполним не принимают тогда во фрозгард и даже сейчас тогда не буду заморачиваться с этим как его с лодкой а пойду через горный перевал да это займет минут семь времени наверное не меньше так я куда-то не туда иду так не вот сюда ли мне надо идти да ладно пойдем мы пойдем отсюда беремся потерпим кстати вот отсюда как раз таки и короткий короткий путь во фрозгард давайте населиськи заболели бедняги нужно что зарухли кованая кольчуга опеки может кому-то из магов допустим других дать нет им такое не нужно давайте мага переоденем не могу это использовать да он не может так а у него должно быть два копья если не ошибаюсь разве нет а нет два копья он сможет использовать только когда копье прокачает да да не могу это надеть это было легче чем я думала веселиськи для нас уже не станет составляют никакой проблемы по крайней мере зеленые нужно что-то что за нужно вытянуть это так куда идти ты специально охотиться не буду а хотя они ведь все равно вынуждают нас себя убивать тем более деньги то все равно ведь нужны хочешь не хочешь а нужно заниматься охотой потому что нужно что-то продавать в магазинах чтобы были деньги вот это кстати по опаснее против король не ерунда ничего опасного что что-то уж что заду нужно выкинуть это броня природы давайте маг попробует зачаровать какой-нибудь предмет а я кстати тот раз пробовал но не получилось допустим вот копьишка копьишка нашего гладиатора попробует зачаровать зачаровать предмет не получилось ну давайте с помощью свитка попробуем зачаровать у него свиток был соответствующий свиток чар нет не получается может быть потому что он уже зачарован это ведь уже зачарованное оружие я понимаю так поспать пришло время у нас кстати я вижу паладинша болеет ничего выздороветь не буду особо заморачиваться хотя давайте все-таки по применим попробуем заклинание очищения ну вроде все больше не болеет вот эта тропа если мне память да этот эта тропа ведет во фросгорд последний город в котором мы не были последний город из шести кланов есть еще какой-то ёрвик я читал в прохождении но там уже никакого ярла уламывать не надо и вот мы во фросгорде царство снега и льда опань черный волк я думаю для нас он проблемы не составит а а а а а а а а а довольно живучая тварь что за рухли свиток городского портала переносит определенное место свиток сопротивление отдохнуть здесь не получится пусть а это ведь кстати далеко не мирная локация раз ворота красным подсвечены красный волк а 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 и и и по п спрятанных нету нету давайте поспим проснулись правда в два часа ночи рассвета ждать не буду давайте проверим эту кишку кишку давайте вообще рассвета дождемся хотела от них так перейти во фьоргорта это переход во фьоргорт что так мы отсюда же пришли ёлки кто там рычит серый волк это вообще для нас детский сад черный да может составить небольшую проблему еще один волк подарок соответствующий вывалился какой-то амулет а вот теперь точно пришло время поспать наступил день что мы там насобирали что за рук амулет самоцветами боют плюс 3 в уровне в опыты магии стихий по идее магия стихий это для это как раз тема мага в отличие от тьмы так что возможно что именно стихии амулет стихии ему и нужно дать давайте я пока могу попробую его вручить продолжаем двигаться к фрозгорту я надеюсь к фрозгорту я ческая не знаю куда мы двигаемся локация очень большая ну давайте проверим давайте направо пойдем и все время по правую руку ходим следующее что за даже не знаю что делать плохо что карту скроллить нельзя о дерево то это один из квестовых одна из квестовых локаций туда я сейчас точно не пойду потому что нам сейчас по сюжету туда особо и не нужно о господи какой кошмар как же он меня напугал то эти эти очень агрессивные попробуем в наглую без всякой магии просто забить их рукопашными не получится придется переходить на пошаговый режим как одним меньше так у нас выше в беде может помереть еще десять тысяч монстров да вы кончитесь ребята так а так 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 Достойные, я вижу, подарки вывалились Отдыхаем Жезл искр, магу отдадим Роненгарский щит защиты, класс брони 14, дает плюс 2 классу брони А у нас щитом, кстати, никто и не пользуется, я смотрю На продажу Кольчуга сложений, класс брони 19 Так, ну это тоже получается, что на продажу Пандата Название этого молда в переводе со Старого Урсенянского означает дробилка Он был сделан многие века назад, но почему-то кажется, будто мастер завершил его только вчера Продолжаем двигаться к Фрозгарту Вот это вот дерево, вот это снизу, это Я уже говорил, что Идти туда сейчас смысла, наверное, нет Так, а мы все равно сейчас идем как раз к дереву Ворачиваем обратно Слушайте, если здесь тупик, то мне тогда придется, хочешь не хочешь А, нет, тупика нет Так Ледяная пещера Кстати, говорят, что она очень опасна Ну попробуем прорваться Ледяной лоббер Помните, мы в канализациях сталкивались с обычными лобберами Теперь вот ледяные Кстати, довольно-таки пустяковые противники для нас Это, кстати, его детеныши То есть их всех Они так и будут Плодиться, пока Не убьешь их папочку Что-то я не понял Я в обратную вышел, что ли? Опять эти неприятные товарищи Повезло Повезло Это было легче, чем я думала Повезло 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 уж 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 не могу это отремонтировать так ядовитого облака оберег смерти книги книжки пика танца ухты 925 8 9000 стоит увеличивать число атак плюс одну дополнительную офигеть вот такая вот это копишка часто такое копье видят на поле боя свою помощь воин может держать противника на расстоянии слушайте просто шикарная копишка естественно в двух двух руках он как копьями драться не может да не могу это надеть вот тогда ему пику танца он будет два раза чаще попадать теперь у нас здорово же но это временный какой-то бонус дает временный плюс 20 к сложению временных 20 к сложению отлично так попробуем скрыть кстати даже не сработала ловушка порядок так что мы там насобирали боевой топор горения 5000 стоит но у нас кстати у нас же друидша пользуются клинками боевой добавляет урон силами стихий слушайте прикольно может быть ей за место вот этого клинка дать до заместо этого клинка мы ей дадим этот топор у нее в одной руке будет топор представляете в одной кинжал в другой боевой топор здорово так свиток мин кожаные перчатки дел дает плюс 3 к уровню навыка изучения вещей могут пригодиться войну наденем от к ней так у него свиток безумие то могу имперская чешуя на продажу что нужно выкинуть это что не он чё переполнен у меня кстати макта уже переполнился смотрю так полный латы на продажу пойдут давайте поспим слишком легко в следующий раз давайте кого-нибудь посильнее вот я так понимаю мы уже и добрались до фросгарта до город уже здесь сейчас предстанет нашим очень это че через вот этот портал надо в город попадать что ли прикольно вы действительно хотите перейти крепость янмира что я вроде во фрога скатил крепость янмира это монстр а понятно сюда тоже сюда нужно будет по по квестовому поводу идти сейчас здесь тоже делать нечего мы пришли в крепость янмира она нам не нужна фрозгорд другой стороне продолжим взять следующем части всем спасибо всем пока